Сегодня расскажу о своей любимой программе для 3D-моделирования. Она совмещает программирование и 3D-моделирование, то, что мне особо в ней нравится. Тут есть условия, переменные, всякие циклы, всякое такое. Я вот делал вот такую 3D-модель на нем. Это для Threaded Insers, значит, это металлические вставки с винтом. И я смотрел, какое отверстие лучше подходит для какого пластика с помощью OpenSCAD. Вот так выглядит окно приветствия в OpenSCAD. Тут у нас есть предыдущие модели, есть примеры, можем потом посмотреть. И есть создать новый. Создаем новый. Так, открылся в другом окне. Сейчас. Значит, у нас есть два основных окна. Тут у нас 3D-вью, и тут у нас пишется код. Значит, тут мы можем вращать, да. Значит, самое простое, что мы можем написать, это кьюб. Есть. И поставить скобочки. Точка с запятой. Взмем F5, и вот там у нас отобразился кубик. Вот он маленький такой. Так, вот у него видно, что один, один, один. Сюда мы можем записать его размеры. Ширина, высота. Это не просто прямоугольник. Любой. Значит, 10, 5, 2. Жмем F5. Вот у нас получился. Тут даже можно посмотреть, что вот у нас тут 2, тут у нас, наверное, что там 10. Туда 5. Еще одна полезная команда, которую мы можем добавить. Вот здесь нам подсказывает, что сюда мы можем поставить true. Тогда он у нас будет расположен по центру. Вернее, центр будет расположен в этом квадрате. Еще мы можем сделать сферу. Сферу. И также задать ей параметры. Ну, тут у нас просто радиус. Радиус 10. Вот у нас есть 2 объекта. Так, ну, чтобы он его не съел, давай сделаем чуть поменьше. 5. Вот. У нас есть 2 объекта, которые как-то пересекаются. Сейчас они никак с ним взаимодействуют. У нас есть modifier. Вот, например, intersex. И intersex. Ставим круглые скобочки. Вот такие фигурные. Чуть-чуть отдаляем. Форматируем. Жмем F5. Вот. Получилось, что там, где и куб, и шар осталось, все остальное отрезалось. Есть еще наоборот. Difference. Это будет наоборот. Там, где нету одного, вот. То есть, ну, в общем, остался от куба. Ну, и просто там есть мерч или комбайн, по-моему. Документацию. Документация. Во-первых, у нас есть чит-шит. Вот. Мы можем его открыть. Что я там забыл? Что я там забыл? Мы сейчас смотрим не трансформации, а буллин. Вот. Унион. Унион. То есть, мы возвращаемся назад. И пишем унион. Это просто объединить. Дальше. Что у нас есть? У нас есть там трансформация. Можем посмотреть опять. Вот они там. Транслейт. Это значит подвинуть. Ротейт. Покрутить. Ротейт. Другой. Увеличить. Ладно. Мирор. Вот. То, что 3D объекты. У нас есть 2D объекты, которые потом можно сделать в 3D. Есть еще вот такие модификаторы. Знаешь, показывать только это или в highlight. Например, highlight у нас ставится вот такая. хештег. Вот. И тогда он подсвечивает. Например, если у нас intersection. Вот. Он не будет виден. Но вот если с этим модификатором мы можем видеть этот объект. Вот. Также тут еще важен порядок. То есть, что с чего, по идее. Нет. Это, наверное, вот когда difference. Да. Так. Жмем difference. Одно из другого вычитается. То есть, если сфера мы убираем сюда, то будет по-разному. И мы можем, например, нашу сферу вернуть, показать. Как бы. Так. Посмотреть. Вот. Что еще? Ну, примером посмотрим. Вот. Что там я еще делал? Файл. Вот. Это, например, пример с хитгивер. Для подставка для битов. Тормозит. Так. Вот. Вот у нас есть код. Тут min, max, бла-бла-бла. Все прописано. И у нас теперь есть вот здесь сколько рядов нам надо. Это 4 на 2. Примем мы в 5. Вот у нас 4 на 2. Все. Очень удобно. Синусы, косинусы. Если хотите вспоминать. Да. 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 Вот. Листы. Ну. Варейбл. Обозначит функцию. Функцию можно тоже. Можно подгружать дополнительные модули. Тоже в SCAD файлах находится. Ну и вся математика. Так. Это модификаторы самого SCAD, самой сцены. В общем, очень удобно. Натхингиверс. Вот. Натхингиверс. Много различных примеров. Есть еще параметрические модели. Это значит, что мы вот открываем. Где-то тут было. Customize. Вот кнопочка Customize. Что она делает? Так. Она предлагает мне залогиниться. Compiling error. Так. Попробуем сейчас. Не может быть такого. Customize. Тут мы можем теперь менять сколько. Пич 40. И он автоматически пересчитывает. Height 1. Во. Очень прикольно. И потом можно скачать либо файл, либо STL. В общем, все. Это такой вводный урок. Я не помню. Продолжение следует...